1 февраля в Свердловской области отмечается 106-я годовщина со дня образования профсоюзного движения. Самой крупной областной организацией считается Горно-Металлургический профсоюз, куда входит правком Северского трубного завода. Профсоюзный актив Северского трубного завода колоссальную работу проделывает в части не просто защиты человека от труда, а вот именно организации работы так, чтобы человеку труда было очень комфортно, удобно, жилось и работалось на предприятии. И, значит, успешно справляется с этими задачами, поставленными успешно во всех направлениях деятельности. Хочу очень поблагодарить вообще и администрацию Северского трубного завода, и профсоюзный актив за тот вклад, который они делают для организации работы наших областных мероприятий. Сегодня в Большом зале Дворца культуры профсоюзные лидеры цехов завода, активисты, представители женсовета. Благодаря усилиям этих людей на Северском трубном заводе, да и на территории Полевского городского округа реализуются много полезных и важных мероприятий. Мы очень стараемся вносить свой достойный вклад в наше общее дело по защите прав, по защите интересов, улучшения жизни, условий труда наших работников. Значит, мы вчера провели конкурс профессионального мастерства. Это является одним из мероприятий, посвященных празднику профсоюзного активиста Свердловской области. Мы проводим массу различных мероприятий, как спортивных, так и культурных. Ну и самых значимых это мы провели в октябре на базе подшефной школы, совместно с школьниками, с преподавателями, спортивное мероприятие «Мама, папа, я, спортивная семья». Оно прошло достаточно грандиозно. Одно из последних это мы провели на Штанговском пруду. Вы с чаепитием, покатались на горках, попили чай, пожарили сосиски. Тоже достаточно весело, массово прошло. Из творческих, значит, это мы в конце года совместно с детьми наших работников украшали елочку. То есть дети изготавливали подарочки своими руками, украшения для елки. В рамках торжественной части лучших сотрудников Северского трубного завода наградили грамотами разного уровня. Труд этих людей переоценить невозможно. Такая встреча у нас впервые. Мы празднуем День образования профсоюза в Саратовской области. Это утверждено указом губернатора с 2010 года. Коллеги в Екатеринбурге праздновали, но мы переняли от них этот опыт. И сегодня у нас появилась такая возможность со сцены поблагодарить наш трудовой коллектив, то есть вручить грамоты, поблагодарить за их работу и отчитаться о проделанной работе правкомом. Управляющий директор Северского трубного завода в ходе своего доклада отметил рекордные показатели в области производства стали в 2023 году, а также другие проекты, как, например, масштабная реконструкция базы отдыха трубник. Также Северский трубный завод победил в корпоративном конкурсе «Лидер качества ТМК». Лидер качества ТМК – это, знаете, компания, где почти 60 тысяч человек, огромное количество заводов, конкуренция бешеная. И сказать, что так просто выиграть, я бы даже не знал, что сложнее. Вот внутри компании, наверное, самая сложная конкуренция. Но, тем не менее, вот как так получилось, что нам отдали первое место, и я считаю, мы должны очень гордиться этим и держать эту плану. Ну, а проект этих лидеров – это уникальные проекты, которые у нас есть, в том числе на очистке воды. Поэтому мы тоже об этом очень много писали, и я считаю, что действительно это просто гордость. Дмитрий Всеволодович рассказал о том, какая работа запланирована на текущий год. Задач много, но особо отметил одну. Главная задача исходит из результатов. Мы достигли рекордных результатов везде. Как вы думаете? Это было очень трудно. А что еще труднее? Ответ, наверное, очередет – удержать эти результаты. Это труднее, чем достичь. Поэтому ключевая задача этого года – остаться на уровне достигнутом. Это задача минимум. Улучшать результаты – безусловно, это задача номер два. Но база и платформа должна быть уже та, которую мы сегодня показали. О работе профсоюзного комитета Северского трубного завода доложил председатель Александр Варламов. Отметил, что правком идет в ногу со временем. Активно развиваются страницы в социальных сетях. Заводчане подписываются и оперативно узнают всю необходимую информацию. В контакте мы аккуратно и спокойно бьем рекорды. И сегодня у нас уже 1900, но это уже было две недели назад, у нас идет рост подписчиков, прямо в ларины идет. Но у нас еще такая фишка есть, за каждую сотню по профсоюзной кружке даем. Я думаю, что все, кто когда-то подписан на нашу страничку, наверное, видят это. И мы с нетерпением ждем, кто же будет в 2000-м, что же мы будем дать наверняка, не кружку. Поздравил актив правкома Северского трубного завода и глава города Константин Поспелов. Он подчеркнул высокий вклад в развитие полевского профсоюзного движения. Внимательно слушал доклад управляющего директора и понимаю, что успехи производственные Северского трубного завода это будущие, наверное, успехи и сегодняшние полевского городского округа, потому что структура нашего города, структура экономики, она не меняется. Роль градообразующего предприятия все по-прежнему значимо. И я делаю вывод, что чем лучше работает Северский трубный завод и его структурные подразделения, тем лучше и надежнее в полевском городском округе. Впереди много задач, которые необходимо решать. А когда на Северском трубном заводе есть такое мощное объединение активистов, есть уверенность, что все получится. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.